Но сегодня у нас праздник только кошек. Домашняя кошка тут у нас ходит, одна гуляет. Очень симпатичный кот, старый ветеран. Он просто кот. Без всяких признаков какой бы то ни было породы. И вот из просто котов и получились самые экстравагантные породы кошек. Ну как и везде. Все знают как выглядит дикий тюльпанчик. Такой вот махровый. И какие у нас красавцы. И махровые, и разноцветные, и полосатые. Вот такое же точно искусство создания новых пород входит и в науку фелинология. Которая по сути дела, в отличие от кинологии, которая уже больше ста лет, только создается на наших с вами глазах. И я прошу показать чрезвычайно экстремальных животных рексов. Рексами называются кошки с волнистой шерстью. И в эту группу пород входит достаточно большое количество животных. Есть английские породы. Корниш рекса и девон рекса. Представьте себе. Они из Англии. С разных рудников. Из Корнуэла и из Дроншира. Вот что будет, если этих двух кучерявых кошек... Ну, кот, это кот, это кошка. Мы их уговорим, чтобы у них были дети. Как вы думаете, какой породы дети родятся у них? И какая у них будет жопа? Лаская. Два листативных гена перекроют друг в друга. Ребята, у нас скотч есть. А мы не к специалистам. Мы к общественности. И он абсолютно прав. Потому что в результате это будут у них котятки-то мурзики. А самое интересное, у нас есть отечественная, российская мутация рексов. И обнаружена она в Екатеринбурге, на Урале. И называется эта порода Урал-рекс. И как вы думаете, какой там ген? Вот если предложить скрестить с девоном или с корнишем, какие котятки родятся? Ну, теперь говорите. Скотч можно снять. А это третий рецессивный ген. И они тоже будут краткошерстные. Можете себе представить? Но если вот доминантные рексы, это селкирк-рексы или первые. Ну, в данном случае мы вам показываем двух потрясающих представителей породы. Элегантнейшая порода. Не те, с чьей у тебя не элегантная. Элегантнейшая порода. Вот с так выгнутой спинкой, с длинным хвостом. Потрясающе. Корниш-рексы. Их специально ведут в другую линию, чтобы можно было легко отличать друг от друга. Когда у них родственники были домашние кошки, они друг от друга не отличались. Это уже достижение селекционера. А вот дивоны, посмотрите, мордастые. С сильным подбородком. А там у нас все длинное, все прямое, все элегантное. А тут грудь широкая. Корпус широкий. Другие по типу живут. Издали увидел, не спутаешь. Вот если судья издали смотрит, это к нему рексы идут. И отличить не может, какие он только оценки поставит. А вот когда приходят такие животные, они могут дойти до титула. Эта киса может дойти до титула чемпиона мира. А этот кот дать титула премиора мира. Потому что он входит в ту группу домашних питомцев, которые уже не участвуют в разведении. И мы их не обзываем кастратами. Мы говорим, что они входят в класс премиологов. Спасибо, дорогие. Успеха. Кстати, этот кот продается.